Ко мне, ко мне, ко мне! Быстро, быстро! Хорошо! Местная знаменитость, звезда двора. Венгерская овчарка, командор Дарри, несётся навстречу хозяевам. Те, как всегда, счастливы, прохожие, как всегда, в лёгком шоке. Это что на ней так? Шерсть так или одета? Это какой-то гибрид или она такая есть? Нет, это такая порода. Это по-первых, рожая. Ау, какая это милая! К такой реакции Дарри привыкла, как её только не называли. Овцой, бараном, белым медведем и даже рэпером. Мол, носит дреды, значит, любит рэп. К музыке Дарри равнодушна. Что она по-настоящему любит – это мыться. Обыкновенная ванна, собака запрыгивает и делается предварительное замачивание. Несколько шампуней, и собака становится чистая. Чистая, но мокрая. Сохнет Дарри два дня. Такие дреды защищают собаку от холодов, зубов хищников, ну и веселят хозяев. А вот с самим командором часто лучше не шутить. Лишний раз слово «расческа» произносить не стоит. Напрягается. Вы мои хорошие! Вы мои пушистые! К пушистости своих питомцев Вячеслав Юрьевич относится серьёзно. Даже историю их рода изучил. У соседей куры как куры, а у него китайские шелковистые с голубыми серёжками. 800 лет назад Марко Поло, путешествуя по Китаю, он в своих путевых заметках написал, что они, китайцы, скрестили их с кроликом, потому что они якобы покрыты не перьями, не пухом, а мехом. Вот вроде бы что-то такое есть. Кого, с кем китайцы скрестили, так и осталось загадкой. Но курицы и правда получились очень пушистые. Длина перьев 12 сантиметров. И это ещё не предел. Отбоя от кавалеров у белоснежных барышей нет. Сплошные гости. Петух за петухом. Китайские дамы весьма строптивы. Но несутся хорошо. Кстати, яйца шелковистых кур от обычных ничем не отличаются. Мы проверили. Вкусное яйцо, обычное, да? Да, очень вкусное яйцо. Очень вкусно. Я хочу такой парик, подумала Ольга, когда пять лет назад впервые увидела волосатых, а точнее длинношёрстных морских свинок, лункарий. Она купила одну, потом ещё одну, сегодня у неё их 13. Питомцы неприхотливые, расчёсывать их не нужно. Водить к прихмахеру тоже. Они могут сами себе стричь шерсть, либо сородичными собратьями, с которыми вместе живут. Постригают зубами, сгрызают шерсть. Кстати, шерсть у лункарий растёт задом наперёд, точнее, снизу вверх. Такая забавная природная особенность. Сейчас она 17 сантиметров в длину, но будет ещё гуще и длиннее. Ольга шутит. Новые соседи морских свинок, но очень колючие африканские ёжики, подрастут, откроют глаза и обзавидуются. Ольга Кустова, Павел Иванов, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова